Всем привет! Сегодня я зачитаю историю моей подписчицы, и мы с вами дадим комментарии. История специально прислана для разбора на видео, так что давайте приступим. Здравствуйте, Галина! Спасибо за ваш блог, желаю процветания. Прошу совета у вас и девушек, которые живут в Турции. Я начала задумываться о том, что у меня и моего мужчины разный бэкграунд. Нишанлы она его называет. Я ни в коем случае не сужу людей по их происхождению, но, однако, не хочу разводиться через полгода брака из-за разных взглядов на мир. Моему парню 29, мне 24. У нас этнически одна религия, я азербайджанка, а он курд. Оба не соблюдающие особо религию. Семья моего молодого человека из города Урфы, точнее, даже из деревни, неподалеку от этого города. Там он родился и жил до 10 лет. Потом переехал в Анкару, ну а после в Измир. Познакомились мы в Алла-Чаты, до помолвки просто встречались, я была в розовых очках и вообще не думала ни о чем. Была безумно влюблена. Но сейчас начала думать о том, что мой жених даже не окончил школу. Его старшие сестры замужем за кузенами. Многие в его семье замужем женаты на родственниках. Почти все покрытые и необразованные. Сам он ни разу не был женат, живет отдельно. Маму навещает раз в пару недель, иногда реже. Она живет с его братом, невесткой, детьми. У него свой бизнес, доход хороший. От семьи он, в общем-то, сепарирован, отделен. Что мне нравится? Ведь в Турции очень много мужчин, уж очень привязанных к семье, к мамам в особенности. Он не хочет, чтобы после свадьбы я работала. Про моих коллег я работаю в турецких авиалиниях. Он говорит, что большинство из них кошар, что означает не совсем порядочные девушки. И про тех, кто учится в университетах, далеко от дома, он тоже как-то говорил нечто подобное. Хотя я даже училась в университете и имею степень магистра. Я родилась в Баку, у нас в семье нет покрытых и все образованные. Моя семья является светской. Жить после свадьбы он хочет в районе Башак-Шехир. Сейчас же я живу в гораздо более светском районе Этилер. Я не знаю, как мне поступить. Он хороший человек, я уверена, может быть хорошим мужем, отцом. Но может, когда-то страсть пройдет, нам даже и поговорить будет не о чем, и ввиду разного бэкграунда нашего. Возможно, все держится именно на страсти. Я боюсь остаться несчастной в браке. Я его люблю. Но при этом сомневаюсь. Еще мне придется немного понизить свой уровень жизни, так как моя семья обеспеченнее, чем и он. С другой стороны, сама я ничего особенно не достигла еще. Все блага получила благодаря родителям. Спасибо им большое, конечно, за это. Работая в турецких авиалиниях, эта работа тяжелая и одновременно мною любимая. Работаю я ради идеи, а не ради денег. И я так планировала оставить ее в ближайшие пару лет. Меня не пугает ни район Башак-Шахир, ни отсутствие высшего образования у парня, но вдруг он будет против садика для детей, университета для детей. А мне бы хотелось, чтобы мои дети были образованными людьми. Стоит ли обоговаривать это сейчас? И о чем еще поговорить перед свадьбой? Что обсудить, предусмотреть? Насчет платка он сам говорит мне, что не хотела бы покрытую женщину. Тут проблем нет. Пугает еще и перспектива финансовой зависимости от него. Но я буду сдавать подаренное родителям жилье. Тут тоже, думаю, нет особых проблем. Да и в конце концов, даже если я разведусь, меня всегда примут обратно. Я по жизни сомневающийся человек. Мне очень нужны советы мудрых девушек. Спасибо большое. Так что мудрые девушки, давайте пишите советы, девочки. Ну, то, что я еще ничего не достигла 24 года, это нормально вообще, мало кто ничего супер достиг 24 года. Я, давайте сначала не про мужчину, про парня вашего, а в конце, я как психолог, за что зацепляюсь, да, я вот дочитаю. Я очень по жизни сомневающийся человек. Мне нужны советы. Сомневающийся человек, тот, который в себе не уверен, это признак низкой самооценки или заниженной к себе. Надо в этом покопаться, понять, откуда вообще ноги растут. В меня не верили родители, или у меня есть конкуренция, там, с братьями и сестрами в семье была, да, и меня как-то там, может быть, занижали. Или есть более успешные члены семьи, на которых кто-то в семье любит делать акцент. Или меня сравнивали с верстниками или с подружками в школе. Родители были ко мне там завышенные требования и так далее. Причин может быть очень много, но главная причина сомнений в этом. К сожалению, низкая самооценка, это также и влияет она на то, когда мы выбираем партнера, мужчину, вот вы, по сути, помолвленным, ваш жених, о котором вы пишете, да, и вы готовитесь к свадьбе. У меня есть сомнения. Вот это сомнение, это идёт базовое, по сути, из вашей семьи, из вашего сердца. Всё это идёт. Я, в принципе, сомневаюсь. Но я хочу сказать, сомневаетесь вы не зря. У вас слишком, да, разный бэкграунд, как письмо, собственно, называется. Разный бэкграунд. Насколько это опасно в будущем. Ты знаете, это... Никто вам не может, скажем так, дать конкретных советов, как поступать будет вот так или вот так. Но опасения у вас не на пустом месте. Я, когда читала письмо, тоже у меня была мысль. Так, не учился. Бизнес. Думаю, а на что он живёт? Как он существует? Собственно, а с чего это всё идёт? Я бы сказала, что вам нужно обратить внимание на свою неуверенность и сомнения в себе, решить эти вопросы, то есть поработать со своей нерешительностью, со своими сомнениями. Надо смотреть, какой у него характер и какое поведение, потому что вы его знаете лучше, чем кто-либо вам сейчас написал здесь комментарий, совет какой-то дал. Если это человек, познающий, с пытливым умом, понимаете, отсутствие образования высшего или ещё какого-то среднего там, это же элементарно не говорит о том, что человек не может образовываться в течение жизни. Есть люди, которые очень любят читать книги, интересуются чем-то, то есть они саморазвитием занимаются. Посмотрите, обратите, во-первых, на это внимание. Есть ли у него такой момент? Он занимается саморазвитием. Если да, то не всё, скажем так, потеряно. Но я хочу обратить внимание, у вас не зря ваши сомнения закладываются. Действительно, очень важно, что когда-то может пройти страсть, измениться могут ваши взгляды на жизнь, желание расти, развиваться и всё прочее. И у вас пути, ваши интересы могут разойтись. Вам с этим человеком просто не о чём будет поговорить. Он вам будет неинтересен. Потом начнётся какое-то недовольство. Или может, например, начаться, скажем так, мужчина, когда не видит, что женщина им восхищается, заглядывает, скажем так, ему в рот, он начнёт больше вас ограничивать. Вы выписываете лист для себя, качеств приемлемых себя, как вы себя видите в браке. Это вам такое задание даю, да? То есть я вижу себя, например, только домохозяйкой, мне нравится. Или я хочу работать, или с возможностью работать. То есть мне было бы со временем рожу детей, тра-ля-ля, я была бы не против работать. Там, например, другой пунктик. Я хочу развиваться, не знаю, дополнить себе какое-то образование, какие-то курсы закончить и так далее, чтобы у меня была возможность обучения в будущем. Я вижу себя, как вы в браке, то есть есть условия, да, брак, который может как-то вас ограничить, как вы себя в нём видите и чувствуете, выписываете плюсы. Рядом пишите колонку минусов, что я не приемлю в браке. Вот, например, я бы, если сейчас, такой пример вам, да, приведу, написала такой список, я бы написала, я сейчас не приемлю, чтобы в браке мне ограничивали свободу. Говорили, туда ходи, сюда не ходи, туда не езди. Там, например, запретил бы муж, не знаю, летать на родину к родственникам. Ну, есть такие случаи, да, для меня это неприемлемо. Пунктик другой. Мне не приемлемо, чтобы мне запрещали работать. Ты ни в коем случае не будешь работать. Или мне бы запрещали развиваться, там, курсы какие-то проходить, обучить. Если у меня есть возможность, там, детей с кем-то оставить и финансы позволяют, я бы с удовольствием пошла, например, на какое-то образование высшее, да, а мне муж уговорит, не ходи, тебе нельзя общаться там на образовании, как ваш говорит, да, парень. Плохие девушки легкого поведения, такие несерьезные, типа, я вообще поражаюсь просто такой логике, на самом деле, равно, которых нельзя контролировать, да, то есть я тебя там контролировать не могу, вот я так считываю его к вам претензии, то, что я не могу контролировать, для меня неприемлемо. То есть это уже изначально что-то такое странненькое, да, напрягающее. То есть вот этот контроль, что для вас приемлемо, вы должны себе выписать и понять для себя самой, не важно, с вами вот этот мужчина или какой-то другой, вы должны понять для себя, что для вас ок, а что не ок, что для вас неприемлемо. У вас нет вот этого понятия, границ каких-то личных, чего вы хотите себя как личности. Ваша задача вот это сначала для себя выявить. Когда у вас появятся четкие сформулированные пункты, хочу вот этого, вот этого, будет вот так, что я хочу, как я вижу себя, чтобы мне было хорошо, гармонично развиваться, чтобы я была довольна своей жизнью. Когда появились эти пункты, вы к ним уже наслаиваете вот эти отношения сейчас, которые у вас есть, и смотрите. В будущем с этим человеком вы с ним, во-первых, проговариваете, то, что вас волнует. А будет вот так-то или вот так-то? А ты не хочешь, чтобы я работала совсем никогда? Или когда, например, у нас подрастут дети, там пойдут в школу, я могу заняться своей работой для себя, например. Или я могу, например, работать как-то из дома, не в офис ходить. В чем проблема понять? Проблема, что вы общаетесь с другими людьми. А как у меня будет складываться с друзьями? Могу ли я иметь подружек? Вот такие моменты. Хотя, казалось бы, сейчас тут скажут, какие вопросы. Могу ли я иметь друзей? Конечно, могу. А вот у некоторых семьях... Мы берем аспект здесь вот этот турецкий, его курдской семьи, и вообще, в принципе, семьи, которая вот так живет таким образом, без образования и так далее. Ценности его семьи накладываем на это то, что вам хочется. Наложили, посмотрели, совпадает или нет. Я уже сейчас вижу, что расхождений будет очень много, и вы это чувствуете. Но у вас просто не сформированы на данный момент конкретные ваши запросы к своей счастливой в будущем семейной жизни. Развитие себя как личности, что вам немаловажно из вашей семьи. У вас это идет. Нужно развиваться, нужно и работать, и морально как-то там развиваться, и все прочее. В общем, быть гармоничной личностью. Для вашей гармонии это окей или не окей? Вам это надо понять. Вот сейчас у вас это расходится, потому что у вас просто еще четких пониманий границ нет на данный момент, и вы их не сформулировали. Ваша задача – сформулировать свои запросы, и вы же чувствуете, что это расходится. От этого вам некомфортно. И вы понимаете, а верно ли я в нем сомневаюсь? А что-то еще накладывается, ой, а финансовые я буду жить похуже, чем сейчас живу. Какие-то минусы еще всплывают. То есть ваше сомнение в нем, в этом мужчине, не на пустом месте. Вот к чему я веду. И второе, у вас в принципе, так как вы сомневающийся человек по жизни, вы даже сомневаетесь. Может, вы чувствуете, что не ваш человек все-таки. Вы допускаете эту ошибку, что вы сделали, помолвились с ним, но понимаете сейчас уже спустя время, что он не ваш этот человек, и вам страшно, и вы сомневаетесь опять же допустить ошибку и расстаться с ним. А вдруг я много чего потеряю? Вот вы, если будете так всегда переживать, сомневаться, вы в жизни будете делать очень много ошибок. Здесь я так сделаю, ошибку допущу, а если вот так тоже, то есть куда ни плюнь, у вас с любой стороны вы боитесь ошибиться и сделать ошибку. Это говорит о том, что если я допущу ошибку в глазах какого-то человека, скорее всего, ближнего своего круга, я буду плохим, меня не поддержат, я допущу ошибку, что-то будет в этом нехорошо. Или я боюсь негативного оценивания моих поступков родственниками, близкими, папой, мамой и так далее. Не то, что меня не поддержат, меня поддержат, но при этом скажут, а-та-та-та, мы тебе говорили. То есть вселяется какая-то неуверенность в вас как в человека. Вот я о чем. Вот в этом вы должны сейчас покопаться. Я вам честно скажу, вот уже как человек, который поживший в браке и так далее, принимающий решения в своей жизни, делающий выбор, человек, который берет вот эту ответственность за свой выбор на себя, я вам честно скажу, лучше расстаться до свадьбы, и хоть это и страшно, возможно, сделать, но не допустить ошибку ту, которую придется расхлебывать потом. Лучше на берегу соскочить с этих отношений, не доводя до свадьбы, если у вас есть сомнения. Понимаете, если вы входите в брак с этими сомнениями, этот червячок, плюс еще начнется реальность, с которой вы столкнетесь, ваши вот эти сомнения могут подкрепляться в будущем и увеличиваться, разрастаться, вы и такой жизни для себя хотите, это будет еще тяжелее и хуже, и вы будете потом думать, блин, надо было расставаться до, когда я сомневалась. Значит, это были все-таки дельные сомнения, и к этому нужно было прислушиваться. И вы еще начнете себя больше грызть, как я допустила ошибку, я к себе когда-то не прислушивалась. То есть тут как ни поверни, везде может допустить ошибку и быть в себе неуверенным. Вам просто рядом нужен человек, который у вас эта уверенность начнет вселять и будет у вас уверенным, будет вам давать чувствовать себя уверенной. Я сейчас на данный момент ситуационно, вот этот человек, я вам говорю такую вещь. Поймите, чего вы хотите, для себя гармонии, какой для личности, рядом со своим мужем. Неважно, с каким мужчиной, просто я вот замужем, такие условия, для меня вот это окей, а вот это нет. Когда вы это выведите, поймите, наложите на парня, с его, вы живете сами в Турции, вы много чего понимаете здесь по менталитету. Он это допустит, не допустит, обговорите с ним, и вы поймете. Если он фактически ничего, что вам бы хотелось, не допускает делать, да, это не ваш человек, потом у вас будут с этим проблемы. Вы можете допустить ошибку, заключив с ним в брак. Далее, вообще, я вот тот человек, который вам вселяет сейчас уверенность. Лучше взять на себя ответственность, вы ее боитесь брать, и если у вас есть сомнения, разрушить сейчас то, как бы вам казалось, помолвку, то, что было создано, потрачено время и так далее. Чем потом в будущем кусать себе локти и ругать себя за то, что я это не сделала. Когда у вас уже появятся дети, обязательства, всякие бумаги и тому подобное. То есть я вообще считаю так, что когда вы задумываетесь перед вступлением в брак о том, что у меня будет финансовое положение похуже, я пойду уволюсь с работы, хотя она мне не очень, по сути, и нужна, я как альтруист, не за деньги работаю. Но я за нее не держусь, да? Но она вам дает социальный статус определенный, социальную роль, вы выполняете эту работу, вы чувствуете свою удовлетворенность, нужность и так далее, это тоже дается. В общем, надо понять, чего вы хотите. Вы сейчас не понимаете, поэтому вы метаетесь. И вообще надо посмотреть, почему вы многого боитесь в жизни и сомневающийся человек в себе неуверенный. Поборитесь свою базовую неуверенность в себе, поймите, от чего она, боритесь с этим. И тогда у вас не будет таких в будущем моментов, когда вам придется сомневаться, правильно ли я поступаю, когда я хочу прервать отношения и соскочить с них. Девочки, в основном письмо было и к вам, адресовано. Напишите свои комментарии, советы давать, как поступить правильно в этой ситуации. Это будет очень ценно. Поделитесь своим видео, чтобы ваши знакомые почитали эти комментарии. Поставьте лайк видео. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Продолжение следует...